Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю быструю, очень вкусную и сочную закуску к праздничному столу, которая выглядит очень красиво и аппетитно. Пол огурца нарезаем кубиком, выкладываем в тарелку. Третью часть одного перца также нарезаем кубиком и выкладываем. 50 грамм колбаски нарезаем аналогично, также выкладываем. Добавляем 2-3 столовых ложки сливочного сыра и хорошо перемешиваем. Немного солим и снова перемешиваем. Выкладываем готовую начинку в тарталетки. Из красного перца вырезаем звездочки. И украшаем нашу закуску. Также по желанию можно украсить веточками укропа. И все, наша закуска готова. Я потратила примерно 10 минут. Получается невероятно вкусная, аппетитная, сочная и смотрится она просто великолепно. Кому понравился рецепт, ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи! Пока-пока! Всем привет! Сегодня готовлю быструю и легкую закуску, которая займет максимум 10 минут. А получается очень вкусная, сочная и красиво смотрится на столе. Огурец разрезаем вдоль пополам. Теперь с помощью ложечки удаляем сердцевину. Нарезаем 2 крабовые палочки мелким кубиком. Аналогично нарезаем 1 яйцо. 20 грамм сыра трем на мелкой терке. Выкладываем в миску яйцо, 3 столовые ложки консервированной кукурузы, крабовые палочки, тертый сыр. Солим. Добавляем майонез. Перемешиваем. Можно также добавить укроп. Выкладываем начинку в наши лодочки. И нарезаем наискосок в форме ромба. Наша закуска готова. Можно кусочки выложить в форме елочки и украсить укропом. Можно выложить в форме листика. Или по-другому, как вы желаете. Кому понравился рецепт, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Желаю всем приятного аппетита и прекрасных выходных. Всем удачи! Пока-пока! Всем привет! Сегодня готовлю интересную праздничную закуску. Мухоморчики. Готовится не сложно, а смотрится на столе великолепно. И очень аппетитно. И, конечно, порадует ваших близких и родных. Два яйца трем на мелкой терке. 20 грамм сыра также натираем на мелкой терке. Кусочек консервированной горбуши измельчаем вилкой. Можно заменить другой рыбой. Выкладываем в миску горбушу. Натертые яйца. И сыр. Добавляем 1 столовую ложку сметаны или майонеза. И все перемешиваем. Выкладываем начинку в тарталетки. Помидоры черри режем пополам. Удаляем сердцевину. Жидкость сливаем. Начинку по бокам щедро обсыпаем укропом. Сверху украшаем шляпкой помидоры. И аккуратно делаем точки из майонеза, чтобы получился мухомор. Украшаем полукружочками огурца и веточкой укропа. Наша закуска готова, можно подавать к столу. Получается очень вкусная, нежная и смотрится оригинально на праздничном столе. Порадуйте своих близких и родных. Ну а дети будут просто в восторге. Всем желаю приятного аппетита и отличного настроения. Кому понравился рецепт, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи. Пока-пока. Всем привет. Сегодня готовлю простую и вкусную закуску. Фаршированные яйца, вертунчики. Готовится очень легко, а смотрится на праздничном столе оригинально и необычно. Обжариваем половинку луковицы, добавляем 2-3 шампиньона, перемешиваем, солим, перчим. Доводим до готовности. У яиц срезаем верхушку и донышко для устойчивости. Режем пополам и чайной ложкой удаляем желток. В миску выкладываем жареные грибы, натертый желток и 10 грамм натертого сыра. Перчим и солим по вкусу. Добавляем 1-2 столовых ложки сметаны и все хорошо перемешиваем. Выкладываем нашу начинку в белки. Нарезаем огурец полукружочками. И украшаем фаршированные яйца в форме веера. Сверху украшаем по желанию красной икрой или половинкой помидора черри и веточкой укропа. Наша закуска готова, можно подавать к столу. Жареные грибы прекрасно сочетаются с яйцом и сыром. И получается очень вкусное блюдо. А смотрится просто великолепно на праздничном столе. Кому понравился рецепт, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи! Пока-пока! Всем привет! Сегодня готовлю очень быструю праздничную закуску, которая занимает по времени не более 5 минут. А смотрится заманчиво и аппетитно. Нарезаем колбасу наискосок шириной 3-4 мм. Можно купить уже готовую нарезку. Выкладываем в миску мелко нарезанный огурец и сладкий перец, а также укроп. Добавляем 1 столовую ложку сметаны и 1 столовую ложку сливочного сыра. И все хорошо перемешиваем. Выкладываем начинку на кружочки колбасы. Сверху посыпаем огурцом и сладким перцем. И закручиваем в трубочку. И закрепляем шпажкой. Наша закуска готова. Можно подавать к столу. Получается очень вкусная и сочная. Копченая колбаска прекрасно сочетается со сливочным сыром, огурчиком и сладким перцем. И великолепно смотрится на праздничном столе. Всем желаю приятного аппетита и отличного настроения. Кому понравился рецепт, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи! Пока-пока!